здравствуйте приветствую вас на канале мир модной одежды сегодня мы будем шить блузку с воротником качели подписывайтесь на мой канал ставьте лайк делитесь друзьями я хочу шить блузку со спущенным ли плечом для этого нам понадобится только выкройка спинки как построить такую выкройку смотрите ссылку в правом верхнем углу экрана как я уже сказала нам понадобится только выкройка спинки нам лучше всего сделать выкройку в развернутом виде и без плечевой вытачки размер плечевой вытачки надо убрать с конца плеча вытачка на 2 с половиной сантиметра значит плечо укорачиваем на 2 с половиной сантиметра откладываем нужную нам длину вырезаем выкройку начале мы будем края спинку выкройки и пока отложим ее в сторону а вот теперь мы будем кроить полочку откладываем от края ткани 30 сантиметров ставим себе закрепочку чтобы не потерять и вот сейчас уже начинаем прикладывать выкройку прикладываю выкройку так чтобы конец плеча был на краю ткани и проймы как можно больше у нас оставалось ткани на драпировку обводим только до талии далее разворачиваем выкройку и совмещаем сгиб выкройки и сгиб ткани и обводим линию бедер таким образом оформляем линию бокового шва ну казенно сказано оформляем просто чертим линию бокового шва и по этой линии как бокового шва вырезаем и делаем надсечки по цену по линии талии чтобы когда будем сшивать спинку и перед совмещать будем эти надсечки горловину спинки надо обработать обтачкой вырезаем из основной ткани саму обтачку вырезаем из клеевой ткани точную копию обтачки у клеевой ткани две стороны на одну нанесен клей другая сторона чистая вот этой клеевой стороной с нанесенным клеем надо на изнанку наши обтачки наложить и приклеить утюгом я клею через марлю потому что этот клей может попасть на утюг когда он плавится мне это не нравится обрабатываем срез обтачки и пришиваем ее к спинке спинка у нас готова к работе приступаем к полочке по линии горловины по бокам срезаем треугольник конечно он будет слева и справа размером где-то 7 на 7 сантиметров и теперь эту линию нам надо обработать сейчас начинается самое главное складываем как раз поэтому треугольнику то что мы подвернули это у нас подгиб ворота разворачиваем выкройку и на эту выкройку сейчас будем накладывать и прикалывать прям по выкройке нашу полочку смотрим какой размера какой глубины нам нужен вырез так вот померили вот такой вырез бы нас устроил и концу плеча у самой горловины и по краю плеча начинаем накалывать по плечу у нас получается излишки ткани вот это как раз то что у нас будет драпировкой мы смотрим как нам удобно как нам нравится разложить эту складку по переду и прямо на плечо мы ее закалываем чтобы вещь у нас не получилось кривая и косая у нас левая половинка и правая должны быть одинаковы это обязательно проверяем сантиметром и глубину складочки на каком расстоянии складочки от линии шеи слева и справа на должна быть полной симметрии вот так вот разложила складочки распределила их вроде все устраивать и хорошо прикалываю края плеча и левое плечо прикалываю и правое плечо прикалывать там что сейчас мы будем кроить теперь надо срезать все лишнюю ткань оставить только припуск на шов все вырезаем полочка у нас готова для шитья для того чтобы получилось более качественно лучше всего конечно эти складки прометать можно конечно оставить и на иглоках но лучше всего прометать теперь мы будем сшивать перед и спинку по плечевым швам накладываем плечо полочки на плечо спинки аккуратненько совмещаем линию плеча и края скалываем и займет им скололи плечо перед и спинки обтачку вывернули тоже лицом соединили с полочкой и скололи после того как мы наметали и левое плечо и правое у нас получилась вот такая кофта сейчас нам надо прострочить эти плечевые швы и обработать их плечевые швы мы обработали отгладили это обязательно нам остается прошить только боковые швы мы делали контрольные точки по талии когда краили совмещаем эти контрольные точки и обрабатываем швы кофта почти готова вот так вот разложим красиво нам осталось только проймы рукавов обработать это делается при помощи обтачки у меня трикотаж это можно просто подшить и обрабатываем низ изделия на изготовление этого блузона у меня ушло часа два и больше и и и и и